Привет, друзья! В этом ролике мы посмотрим за Эмбер Спиритом в исполнении от проигрока из Virtus.Pro. Это у нас ГПК. Файта за баунти руну не будет. Просто подошли, забрали. Ну и, соответственно, Дайер сделали точно так же. ГПК имеет пятый ранг. Ну и, как мы видим, поддерживает свою же команду с золотой поддержкой. Но забавно, конечно, отображается значок. Вы можете обратить, что немножко левее от иконки Эмбера возле ника. Это типа, я так понимаю, логотип Virtus.Pro. Немножко, правда, он размазался. Ну и ГПК решил взять и ливнуть. Окей, ускорим. Сразу переподключился, долго ждать не пришлось. Ранги у нас... Так, на Эмбера переключимся. Ранги у нас 160-е, 590-е, 595-е. Так, так. Ну, короче... А, ну вот есть чел 31-го ранга. Это Сумаил. Также есть проигрок... Проигрок какой-то Кури и J4. Возможно, вы некоторых и знаете. Ну, по крайней мере, Сумаила я знаю. Ранги высокие. Все как обычно. ГПК имеет винрейт под 55% на Эмберспирите и около 170 игр на данном герое. Взял танго, топорик, 2 айрон бронча и фэрифайр. Очень необычный мизер сопротивления. Это у нас Клокверк. Давным-давно я не видел такое противостояние. Но посмотрим. И, конечно, интересно, почему именно он. Не какой-то, например, Войтспирит. Или же Вивер. По лайнам. В Изилейне стоит Райс Кинг с Дизраптором против Вивера. И кто там еще был? Как раз-таки Вивера убивают. Можем посмотреть за этим фрагом. Дизраптор совершает First Blood. А, и у нас четверка Войтспирит. Потому что, ну, вряд ли все-таки четверка будет Вивер. Поджигает здесь Клока. Но я думаю, что не особо комфортно здесь будет стоять этому Клокверку. Но да ладно. И в харде стоит Акс с Линой против Макаки Керри и Таска. В принципе, все пики очень необычные. Подъезжает Боттл. И, собственно, только после этого идет пополнять... Вернее, забирать руну воды и пополнять Боттл. Клок также сходил. Правда, у него, наверное, нету Боттла, да. Но подъехал только сейчас. Но руну он уже забрал. Десять на два Крипстат у Эмбера. И двенадцать на пять. Все-таки Клок вроде как очень много урона имеет. Шесть шесть плюс два. Эмбер шесть четыре плюс два. На самом деле равны. Но Клок пока перефармливает. Но под горелкой, конечно, за счет того, что ближняя атака получает весь урон и... Довольно неплохо проседает. По раскачке вкачивает Фист в двойку. И Клэйм Гуард также в два. Игнорирует пока первый спелл. Подъезжает ему Блайдстоун. Так, и Клок отходит, я так понимаю, уфармить лесных крипов. А, он вероятнее всего, да, подобрал руну богатства. Чтоб как-то отрегенится. Агрессирует на Эмбера. Очень неплохо фистами так получает урон. На самом деле на пятом левеле, когда будет... Если он возьмет, конечно, чейнс, то, мне кажется, может оформить Клокверка. Не дожидаясь даже шестого, как раз таки не будет крюка. Не сможет куда-то улететь на крипов. Забирает руну воды. И привозит себе стики. В принципе, логично, учитывая, что от Клокверка идет постоянный спам. Способностями. Ну нет, на пятом левеле он максит фист в тройку. Под вышку явно не рискует идти, потому что... Так, сейчас есть шанс у него убить. Потому что фист откатился. Но урона не хватает. Буквально на еще один фист. И вдвоем находится на суперлоу хп. Что у него по регену? Да ладно. 80 хп остается. Очень вовремя фласка подъезжает. И сейчас может прогнать Эмбера с линии. Потому что у Эмбера... Регенится просто нечем. Есть один заряд стика. Баунти будет на шестой. А на четвертой активную руну... Я даже так... Я не вижу, кто ее забрал. Ее, походу, никто не забрал. Нету варда, поэтому... А, сорян. Немножко я тупанул. На четвертой у нас была... Руна воды. Забавно, конечно. Но ничего, бывает... Забыл. Которую, собственно, забрали по одной руне. Да. Не отошел еще от 7.29. Такое бывает. Так. Покупает себе вард. Потому что вообще максимально темно. Нет ни одного сейчас варда даже поблизости. Локверк. Планирует, я так понимаю, убить Эмбера. Будет ли Коги? Ну, сейчас, мне кажется, можно принимать. Видимо, нет Ког у него. Что у него по раскачке? Давайте посмотрим. Да, он просто их игнорирует. Максит ракетку. И Крюк. Да ладно, попадает и убивает. Спамит еще насмешку какую-то. Либо это Эмбер. Был ли Вижен у него? Да, у него был Вижен. Он кинул ракетку. Ну и, соответственно, не промахнулся Крюком. Очень неплохо сыграл. Не получилось как-то выжить у Эмбера. А у Эмбера был ли ультимейт? По идее, был. И почему-то он его не провязал никак. Это, конечно, вопрос. Но зато успел заспамить себе граффити. Вместо того, чтобы лететь на Римнайнсе. Мне кажется, все-таки он и успевал. Но не додумался, видимо. Гоняет на линии. Получает седьмой. Очень неплохой урон. От этой пукалки. Как она называется? От батареи. Ну и мне кажется, Эмберу здесь нужна какая-то помощь. С Дезраптором, с Линой можно было бы сделать здесь фраг. Но посмотрим. По крипам, опять же, Клокерк лидирует. 42 на 10. Ну и Эмбер имеет 35 на 6. А вот по ценности, думаю, что ситуация такая же. На 400 голды опережает Клок. И все-таки герой был, видимо, выбран очень удачно. Который смог противопоставить что-либо Эмберу. Так, ганг у нас. Нет у него первой способности. Не может ничем засыпить. Ну, просто взяли, убили Таска. Даже Лина выжила. Повезло ей. Очень мало хп осталось. Да ладно, смог отжать. Да, не получилось у Эмбера активировать хосту эту. Клокерк прям очень круто играет. Какой ранг у этого парня, кажется. А, это Сумаил, все понятно. Снова у нас пауза. Но мне мувы Сумаила прям очень нравятся. Классно играет. Надо будет за ним потом понаблюдать. За его какой-нибудь сигнатуркой. Ни разу его еще не было в наших обзорах. Забузили Боттл. Потому что с рунами Эмберу не везет. Собрал Фейза и добавляет себе орпов Коррозион Фастбай. Так, Клокерка здесь принимают. Или нет. Наоборот. На подмогу подошел Таск. Смотрим, Эмбер пока не подбегает. Но уже направляется. В итоге убивают Лину. И я так понимаю, что не получится никого догнать. Да. И, соответственно, Эмбер подошел. Взял богатство и просто отходит. А фраг кто сделал? Фраг сделал как раз таки Сумаил. Возвращает Дезраптор Таска. Эмбер принимает. Не принял. Почему-то не активировал первый спелл. Сейчас очень удачно залетел. И сделал просто даблкилл за счет ремнантов. Вот этот мув очень сильно поможет камбэкнуться Эмберу. Он сейчас, в принципе, первую позицию даже занимает по Нетворцу. Заработал прям неплохо так денег. Апнул девятый левел. Ну и сейчас сможет, мне кажется, вернуться в игру более уверенно, чем раньше. На руну ему снова не повезло. И забирает инвиз в Войт Спирит. Да. Прочекал. И понимает, что снова забирать здесь нечего. Прилетает Апнутый Стик. Привез себя также Кларити. Ну вот Таска, мне кажется, можно спокойно принять. Агр. Шардами засейвился от Агра. Забавно получилось. Ну и, казалось бы, фришный фраг. Но не удалось. Эмбер может себе позволить сделать тэп-аут на базу от Регениал Ману и возвращается. С одного фиста просто пол Войт Спирита выносит. Очень много урона. Замакшенный фист. Но опять же. Еще один фраг, который ушел. И не получилось его сделать. Общий счет 6-7. Меньше 1000 золота преимущество у Дайер. Дайер. Но пока, мне кажется, что Дайер сейчас все-таки поувереннее выглядит. Еще один очень удачный врыв от Эмбера. И на ровном месте взял и сделал еще один даблкил. Все огнобление от Сумаила вот этими фидами от Дайер, конечно, нитридизует. Так, связка. Нет, связки нет. Почему-то вообще не юзает в первый спел. Не знаю, что он его жалеет. Добивает Акс. Приняли здесь Макаку. Но вот сейчас, на самом деле, может подставиться Эмбер. Не дает Коге. Он их, возможно, даже не вкачал до сих пор. Да, их просто игнорирует. Шарды. Получится ли ими засейвить? Но нет. Все-таки достает Агр. И хотел Акс, мне кажется, оставить фраг для Эмбера. Но Эмбер чуть не смог добить. Не было у него маны. А тычку не рассчитал. И в итоге просто крутил, как сам забирает фраг. Потому что прям было видно, что слишком ранее. Так, Эмберу сделал тапаут на базу. Попытался отрегениться. И сразу же вернулся на фист. Но здесь Макака с ареной. И рискованно тут Эмберу. Но на самом деле все очень лохопешные. Войт Спирит заивейдил фист, который был очень удачный. Так, ну и... Может по двоим сейчас? Да, дал тычку по Войт Спириту. Нельзя его отпускать. Скан. Есть же скан. Не потратили скан. Или на нем кулдауна вроде как нету. В итоге не смог найти Войт Спирита. Акс даже ливнул. Еще один лив. В этой игре что-то часто ливают все. Эмбер сейчас рисковал сделать трипл килл. Но не получилось, к сожалению. Был бы какой-то подсейв. Но слишком поздно прилетают. Хотя бы забрал Таска. Лучше чем ничего. Здесь Вивер. Стоял в инвизе под Вардом. Явно он об этом не знал. Нажимает... Как он называется? Возвращение. Вылетело из головы название. Таймлапс. И... Дизраптор дал грамотную сетку. Поэтому бежать у него не получилось. И так же принимают Хардлайнера. В лесу Радиант. Войт Спирит. Бегает. Таск влетает в Дизраптора. Правда один. И оказывается... Один против четырех. Шансов у него здесь тоже немного. Фраги просто сыпятся рекой. Казалось бы, что в начале Дайр играли более как-то агрессивно. И чувствовалась доминация. Но... Эти два раза... Даблкилы, которые были отданы Эмвер Спириту, просто на халяву. Очень сильно поменяли ситуацию. Вернули ему уверенность в этой игре. И сейчас мы видим то, что... Радиант куда более агрессивно начинает играть. Фастбай у нас Меллшторм. Всегда делает тапаут на базу. Регенит ману. Эти мне очень не нравятся. Очень нравится Эмбер. Потому что всегда может отхилиться. Восстановиться. Максимально быстро, насколько это возможно. Заходят на Т1. Возможно, файт будет. Клок пытался влететь в Лину. Промахнулся. И сам попадает в ловушку Дизраптора. Правда, не особо приятно его убивать было. Для Эмбер Спирита. Потому что был Блэд Мейл. И очень просел сам Эмбер. Хороший фитс по четверым. И... Будет лететь дальше. Райс Кинг на развороте дает стан. Добивают... Таска. Эмбер зачем-то улетел. И в итоге вернулся. Сделал трипл килл. Мне кажется, можно было даже не улетать. Потому что... Как раз там все были на одну тычку. И что-то, видимо, перепутал Эмбер. Возможно, попытался завейдить какой-то спелл. В любом случае... Замес... Как обычно, уже... В последнее время в пользу Рейдин. 1448 золота зарабатывает. Делают... 4 фрага. Вроде как даже без потери. Никто его, по идее, не умер. Ну, вышку удалось засейдить. Но я думаю, что ненадолго. Потому что сейчас... Эмбер отрегенился. Возвращается. Дизраптор делает... Возвращает Клока и... Попадает в ловушку. Войт Спирита. Наверное, все-таки не получится добить. Или нет. Да, дал фит. Предсмертный. И уже превосходит богов Эмбер. Забирает в Рейдинг вышку. Просто бесконечный файт у нас. Как будто начинается. И не заканчивается. Степенно все возрождаются. Подходит и... Файт... Длится и длится. Никак не закончится. Так, у нас с ДДшкой в Рейдинг. Очень, на самом деле, опасная цель. Правда, он без реинкарнации. 95 секунд еще. Но Радик уже скоро будет. С таким темпом. 8 тысяч Нетворца у Эмбер Спирита. И все топ-3 позиции занимают Рейзиант. 5 тысяч перевеса уже имеют. За последние 7 минут они сделали просто целую кучу фрагов. Акс смог перенять еще Вивера. Видимо, за один агр получилось у него бить. Видит макаку здесь. Берет себе Незер Шаул. Интересный выбор, на самом деле. Попадает крюком. А кого возвращает Дезаптер? Он возвращает... Клакан. Поэтому... Врыв не особо получился. И... Ну, фистом добьет. Или не добьет. А почему не нажал фист? Видимо, подумал, что уже вышел из радиуса. Хотя, скорее всего, так и есть. Арену стоит макака. Опасно сейчас с ней драться. Убивают все-таки в Рейскинга. Но и макака также в таверне. Снова агр по Виверу. И второй раз подряд он просто умирает. Прилетает. Очень смело в Войт Спирит. И просто так в крысу добивает на последней тычке. Своего брата Спирита. Ну да. Эмберу надо было как-то более активно уходить. Убиваю также Лину. Но, как я говорил, бесконечный замес. Вы обращаете внимание, что все это время идет просто драка. Вот в этом радиусе мида и захода на треугольник Дайер. Ну и наконец-то он, видимо, закончился. Все отправились в таверну. Итог боя. Восемь фрагов было сделано, видимо, за эти две минуты. За минуту. Четыре в четыре. И все-таки чуть побольше заработали Дайера. Я так понимаю, что стрики были посерьезнее. В частности, на Эмбер Спирите 737 золота заработал Войт Спирит. Так, Эмбер возвращается уже вместо встречи. Не получилось завейдить у него этот Сноубол. Хотя странно. Я думал, что он влетит Таск и просто... Короче, не получится у него застанет, но нет. Сноубол полетел за Эмбером, который делал фист. И в итоге все равно влетел. Макака снова ливает. Четвертый лиф. Конечно, такое просчитать нельзя. Потому что в игре будут лифы. Поэтому... Благо мы их пропускаем. Надеюсь, вас не сильно бесит. Цепляет Войт Спирита. Но нужно отомстить за тот фраг в крысу от Войт Спирита. Поэтому я думаю, что он его просто так не оставит. Заходит на Т2, но не в миду, а вверху. Чтобы иметь... Контроль над... Дайер Алисом. Также захватят Аванпост. Но мне кажется, что Файт здесь... Снова будет... Ну, будет дефать свою вышку. Просто так Дайер еще... Сдаваться не собираются. Влет от Клокверка. Полетел за ним стан от Варрес Кинга через полкарты. Макака дает арену. Погибает. Вивер не получилось у него таймлапс нажать. Потому что находился в сале на селе. Вернее... Да. Короче, в сале от Дизраптора. Физ по троим. Реинкарнация. Макаку нужно законтролить. Кто-то там... Исчезла Макака. А Макака в сноуболе. Убиваю Дизраптора. И Акс. В итоге добивает Макаку. И минус 5. Размен у нас получается 5 в 2. Реинкарнацию потратил. Ну и... Тысяча... А, даже не 5 в 2 получается. А 5 в 3. Интересно. Смерть в Рейс Канга. Каким образом она считалась? Типа, что ультимейт потратили? Или что? Если бы он умер, он бы... Вряд ли он бы здесь оказался. Телепорт у него не в кулдауне. Короче, не понимаю, почему было. 3 фрага. Но... Даже несмотря на эти фраги. Дайер. Все равно ничего не заработали. Преимущество уже 8 тысяч. И заход сейчас будет на Т2 в Миду. Войс Спирита принимают. Фистом добивают. И Эмбер направляется на Клокерка. Есть информация. Улетел он здесь в Дизраптора. Так. Не получилось принять, потому что Клокер взял и просто улетел. Нет. Почему-то он решил развернуться. Возможно, он был в Агре. Хотя... Тогда бы он не смог улететь. И получает в лесу лагуну. Эмбер почему-то забывает, что у него БКБ есть в инвентаре. Мне кажется, что он его вообще ни разу не нажимал. Ну, походу, ни разу не нажимал, потому что сейчас у него... Да, видите, сейчас только осталась длительность 8. Первый раз за последние минут 10 он его активировал. Вернее, за время покупки вообще. А БКБшка у него находится уже минут 10. Ну, может быть, чуть поменьше. И снова получается 2 в 4. Даже был... Даже 2... 2 в 5, получается. Или в 6. Тут есть байбэк. И, соответственно, он умер еще после байбэка. Соответственно, тогда реально размен 2 в 6. 12 тысяч преимущества. И 12 тысяч нетворса у Эмбера. Но игра получается нереально насыщенной. Даже несмотря на то, что Дайр проигрывает все последние файты. Но все равно они не сдаются. И файт 1 за 1 длится. Вернее, происходит. Так, в смаках. Нужно засейвить в Рейскингавне. У него, по идее, есть реинкарнация. Поэтому бояться здесь нечего. Влетает. Выносит макаку. И... Так же погибает... Таск. Виверу даже не удалось... Улететь. Убежать. Потому что Дизраптор его встретил. Он почему-то побежал не на хайграунд свой. А пробежал через... Ну, это вдоль. Вдоль хайграунда. И там вышел из инвизи, Дизраптор его вернул. Странный вувь, конечно. И Рейдиант заходит на хайграунд. Сносит моментально вышку в пятером. Падают бараки. Идут в мид. Удивлен, что не пошли в Т4. Довольно часто можно... Такую сверхуверенность встретить... От таких игроков. Планирует собрать себе Аганим. Есть 3200. Не хватает ровно 1000 золота. Но если Дайер сейчас не будет дефать... Я думаю, все-таки они должны подраться. Потому что... На них не похоже. Слишком они активно играли. Неужели они встали АФК? Не хочется в это верить. И получается... Или нет. Я все-таки думаю, они должны подраться. Конечно, они не особо верят в свою победу. Я понимаю. Но все равно шансы есть всегда. Ну нет. Вгрызаются просто в трон Рейдиант. А нет. Последний файт. Влетает под БКБшкой на фонтан. Спамят ремнантами. Да ладно. Ультра килл сделать напоследок. А будет ли Рампага? Должен добить. И Рампагу просто в последнюю секунду. Итогово еще 21-20. Просто поучаствовал в 41 фраге. Из 47. За 25 минут. Очень активная игра. От ГПК на Эмберспирите. Всем спасибо за внимание. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok